Привет наикрашшим жителям планеты Земля, любителям пошаговых стратегий, вы видите, слышите Алексея Халецкого, это что вы на канале Лёша играет, возможно вы кстати Жевжик, и смотрите продолжение того, как мы делаем Конго культурным снова за Нзингумбанди. Нет, я ещё, кстати, не ходил, не узнал, как поменять своё имя и фамилию на Нзингумбанди, но я, в общем, сделаю это, несомненно. Если вы случайно относитесь на это видео, то перейдите к первой серии, ссылка на него в описании, в прикреплённом комментарии, там на весь плейлист, ну начнёте с первой серии, узнаете, что мы тут вообще пытаемся сделать, в общем-то, почему мы делаем Конго культурным именно. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу в том же плейлисте, спасибо вам за поддержку, вырубаю свою весёлую пысью и выходим в золотой век, чисто с Перикол, почему Перикол тоже вместе со мной вышел? Плохо, вот мы с ним как-то вдвоём идём. Так, тут уже нету ничего на культуру, здесь живут драконы точно не надо, к оружию точно не надо. Вопрос про реформу денежного обращения, либо пульс паровой машины. Но у нас, прямо скажем, маловато компусов, чтобы получать производство с них, поэтому, наверное, я продолжу всё-таки реформу денежного обращения. Мы именно что, деньгами тут пытаемся возместить того, чего нам не хватает. Так, вот этого парня мы получили, и мы его держим на то, чтобы создать корпорацию на Вине и кучу культуры с этого заиметь. Кроме того, мы пытаемся построить Эрмитаж, а потом будем ещё и Бродвей вот тут строить, как раз вырубаем на него... Так, это относится к Абасе? Нет, не к Абасе. Я понимаю, что тут Магнус, и типа вырубка Магнусу больше даст, но нам надо, чтобы ускорился Эрмитаж. Восемь ходов. Так, вырубаем здесь тоже. Что у нас осталось? Вон там ещё, вот тут ещё лес, в принципе, можно будет вырубить. И вот тут, да? Так, хорошо, вот этот у нас рабочий сюда отправляется для Христа Искупителя. Блин, я вот не уверен, что мы следующим ходом сможем вырубить. Кажется, надо что-то ещё строить здесь. Ну, давайте ещё тогда строителя. Пока что. Вырубаю. Так, этим, наверное, пойдём... Жемчуг попробуем сделать. Давайте из Кабасы на производство. Что мы тут два важных чуда строим. Важных для нас. Ну, тут я вообще не против того, чтобы... О, пойти, ты красиво. Чтобы... Тут наших... Апостолов как раз так. Главное посмотреть, что у нас есть место для двух реликвий, оно есть. И у нас два археологических музея. То есть, у нас должно быть где-то два археолога. Ну, один я точно помню, у нас вот тут... Вот тут бежит. Вот сюда. Вот он. А второго мы... По-моему, я купил его здесь. Куда отправил? По-моему, в Канаду, да. Где-то он тут должен быть. Так, это... Вот он. Так, всё, есть. Хорошо. Хорошо. Мбанзо в Санге. Так, ну и что? Появилось у нас ускорение? Да, охрана природы ускорилась. Работает всё-таки. Отлично. Просто, опять же, повторю. Неважно абсолютно для Мбанзо где ставить, но сработает ли потрясающий престиж. То есть, у нас пригород в любом случае одинаковое даёт количество жителей. Ну, после СМИ, наверное, пойдём в охрану природы как раз. Так, что у нас тут дальше? Ну, наверное, театралочку давайте. Блин, очень-очень дорого стоят уже районы в строительстве, конечно. В принципе, нам вот здесь нужно, видимо, фабрику купить, а потом угольную электростанцию. Чтобы как-то... Ну, в общем, фабрику покупаю, я думаю. По-моему, ни на что больше мне пока деньги не нужны. Проложить торговый путь. Выжженная земля. Это две пушки надо. Проложить торговый путь. Обратить вверх. Вряд ли. Создать промышленную зону. Это мы можем. Так, противено можно продать. Янтарь. И давайте глянем, в принципе, лошади, если кому надо. Железо. Селитра. Все можно продавать. Да и уголь, наверное, можно. Единственное, что может его не 32, а вот, например, 10 я его продам. У меня, в принципе, угля много. Нормально. Шесть вход. И один тратится на электричество. Ой, я кого-то убил. А, все окей. То, что надо. Скунский камень. Блин, кирпич дали. Блин, жалко, этого не добили. Я просто не могу отсюда сейчас выйти из-за зоны контроля теперь. Будем ждать, чтобы... Ну, зашибись. Слушайте, нормально у нас пока... Можно, кстати, создавать еще апостола и... Так, СМИ открыли. Бродвей можем встроить. Будем ли менять? Может, поставить все-таки на чудеса? В принципе, всех чудес света плюс 15%. Я думаю... Так, слушайте, а что с первым послом? Может, еще куда можно отправить? Или нужно отправить? Таруга? Не знаю. Ну, я бы в Ватикан отправил. Не знаю, стоит ли вообще уже... Или в Нанмадолу все-таки культуру. Я вот не могу сообразить, надо ли мне уже много культуры. Мне кажется, мне все-таки именно в веру стоит упор делать. Значит, в Ватикан отправить. То есть, чтобы вера накап... Так, что Фес это при обращении науку дает... А, Болонья, Болонья, да. Болонью я хотел точно. Все, в Болонью отправляем. В надежде ее засоюзить. Так, Пушкина забираем. Тициана забираем. Ну, кстати, я их сейчас не буду использовать. Я, наверное, сейчас... Хотя у меня есть один свободный амфитеатр. В Банзимбата. В принципе, почему и не использовать? Подожди, а где Банзимбата? Ага. Не, давайте тогда мы сделаем так. Вот это перенесем в Банзимбата. Вот это... Квангу. Значит... Этот город наш... Это, потому что я в Болонью отправил. Блин, я что-то не туда... Так вот же, в Кванга свободно. Кванга, амфитеатр... А, блин, я... Художник. Ладно, художника не страшно. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Где вечная к ней рифма? Младость. Александр Сергеевич выпил. Хочу купить у кого-нибудь текст, чтобы не сжать себе, чтобы сразу было все заполнено. Ну, просто, чтобы вход не платить. Красота. Очень мне нравится, пока мы тут набираем. Так. Из кабасы я на производство хотел. Ну, вот сюда отправим. Там можно будет карточку поставить. Я, наверное, даже именно эту карточку поставлю в учетные банки, а не... А не на послов. Подождите, пока не буду менять. Может мне убрать со строителей карточку. Ладно, в любом случае я сюда пока отправляю. Тут будет больше производства, как вы понимаете. Когда я карточку поставлю. Ну, я бы отсюда продолжал подправлять тоже вот сюда. Поставлю карточку, будет производство. Хм, кстати, курганы кахоки. Или нам здесь пока фермы делать. Я забываю, что у нас курганы кахоки еще имеются. Так, этим пойдем сюда, наверное. Потом починем здесь производство. Так, фабрика тут не нужна. И так добивает фабрика. Вот минус по еде мне не очень нравится. Я даже не вижу, где тут взять еду. Может, вот эти клетки как-то выкупать. Ладно, давайте строителя пойду туда вверх делать. Так, тут амфитеатр. Может, все-таки вот... Видите, нам сейчас художника. Но с другой стороны, если я построю Эрмитаж, то я смогу туда... Ну и плюс Бродвей. Я смогу туда размещать. Я просто думаю, наверное, все-таки археологов. Ну, археологические лучше делать. Потому что мне... От художников нужны только скульптуры. А, это ты фиг... Фиг так попадешь... Попадется тебе. Видите, у этого пейзаж. Мы вот сейчас Тициана взяли. У него там явно тоже картины. Религиозный объект. Религиозный объект. Религиозный объект. Портрет. Так, ну охрану природы, наверное, открою. Для натуралиста. И попробуем здесь сделать в итоге... А, да. Надо сменить все-таки политический курс. Давайте сюда учетные банки. А тут оставляем как есть пока. Плюс 11. Либерализм. Да, оставляем как есть. По идее, сейчас должны еще одну реликвию получить. Я надеюсь. А потом... А за деньги купим... Фиг ли ты тут стоишь? За деньги купим угольную электростанцию еще. Слушайте, я даже по науке уже не отстаю, хотя у меня всего два кампуса. Вот настолько у Конга трындец какой-то. Все мои любовники вцепились друг к другу в глотки, лишь бы завладеть вашими товарами. Какая потеха. Это о чем вообще? Что это за товары, которые нужны любовникам Екатерины Медичи? Грузия? Барвар убил моего археолога. Минус 1070 денег. Так. Так, создаем корпорацию. Так. Ну, вино. Вы извините, я из Беларуси. Я кроме крыжечка ничего не знаю. Корпорация по производству Винас Крыжачок называется. Сейчас, что? В Швецию не так много денег идет. Так, по шедеврам. Амфитеатры все заполнены. И одна реликвия осталась. А что Вавилон не убил меня? Придется самому все делать. Зуб пророка. Так. У меня еще есть священные места без храмов. Вот этот. И все. А что, я тут священное место не построил, да? Ну, короче, как минимум еще одного пророка точно можно купить. Так, а где тогда его лучше покупать? Ну, видимо, к Вавилону лучше отправлять. Наверное, тут. Так, начинаем. Проверю, что его сюда точно можно поставить. А то иногда бывало... Ага. Ставим сюда. Теперь... Ну, следующим ходом уже будем помогать строить. У меня есть инженер все еще. Тут покупаем... Угольную станцию еще. Плюс 10 производства. И энергия следующим ходом в эти города попадет. А, его не убивают. Слава богу, он просто вот сюда вернулся. Ладно. Может, лучше вот через... Через эту пролезть как-то. Хотя тут лагерь варваров сразу. Блин. Дорого клетки пока выкупать. Но все равно выкупим. Мне нужно... Счастье дополнительное. Так, а тут, наверное, лес пойдем весь рубить. Где у нас сидят уже? В Канаде и в Грузии. И надо бы к Вавилону, наверное, отправить. Во. О. О. Так, Тициана, пожалуй, в Эрмитаж. Там явно для него будет место. Вообще, я хотел туда, наверное, пойти. Ну, тут ты где спустишься. Блин. Стены ради туризма тогда. Терму хоть не в минус, чтобы было. Так, три хода до возможности район. Стройте. Это у нас будет театралка, видимо, вот сюда. Ну, нам надо выйти в центре вещания. Авиация. Что эти промышленные эры? А у нас Эрмитаж не промышленные эры, случайно? У нас Христос Искупитель нового. Нет, Эрмитаж промышленный. Во. Мы должны Эрмитаж достроить и ускорить авиацию, получается. И все реликвии забиты. Ну, больше надо реликвий, иначе больше храмов. Кстати, а разве в Монсен Миша... А, ну да, и тут еще реликвии. Да, надо больше храмов. Видимо, покупать здесь надо будет святилище и храм. И надо покупать Пророка. Я его купил. Так, а этот куда у нас бежал? Вот туда. В Канаду. С лагерем варварским разбирается. Так, перекупили что? Аншан. Вот это нехорошо. Это мне много науки дает. Видите, вот 251. Сейчас посмотрим в начале, какой у меня минус по науке будет. Ну, что-то в районе 50 должно быть минус. Я так думаю. Я надеюсь, это не Эрмитаж. Киво Кисева. Нормально. Да? Минус 43. Минус 43. Те, на дают очки туризма. Ну, натуралистов можем нанимать. Так. Аншан. И мы можем еще и Болонию засоюзить. Отлично. Болония нам дает дополнительные очки великих людей своего типа. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Не так уж сильно ускоряет. Слушай, а что ты стоишь вот этот дуболом здесь? Может, уже синагогу за веру купить здесь? Он опять сверху дает, но не окупится 215. Много ходов надо, нет их, надо строить. Кстати, обращение язычников. Можем попробовать этих варваров обратить. Заодно лагерь заберем. Пойду соберу овец и еще уголь обработаю. Так, минус 2 вход. Поставлю здесь. 148 золота. Блин, теперь тут до 10 никак не вырасти. Банзен Сунди вырастет, я перемещу караванчики. Так, а ты можешь тут фестивали просто попроводить? На театральной площади. Так, уголь можем продать. Ну, я бы Кристине, наверное, продавал. И то 10 штук. Дальше. Железо. Еще кому-то нужно? Лошади. Еще кому-то нужны? Селитра. Ну, селитра пока спрос есть точно на селитру. Ну, пока все. Мировое влияние не хочу отдавать. Так, плюс 100% в театральном районе. Строительство зданий. Пошли в идеологию. Это мы не ускорим, это мы не ускорим. Идеологии ускорить невозможно. Ну, а тут есть из Quick User Interface. Ну, кстати, вот здесь, получается, можно будет, да, сделать. Ну, и вот здесь. То есть, видите, надо убрать овец. В общем-то, два парка вполне. Так что, в принципе, можно натуралиста... Да, наверное, можно уже прикупить. Так, не знаю, кого пока отправить. Так, дальше будем... Кого апгрейдить. Пингалу мы уже до максимума нужного нам сделали. Магнуса апгрейдить-то вы пересаживать придется. Ну, ладно, давайте Амани возьмем. И пока внутри какого-нибудь города нашего... Кай просто сидит. Пока ни в какую ГГшку нету смысла отправлять. О, блин, у меня еще один, оказывается, апостол был. Черт, у меня пока... Мне надо еще один храм тогда где-то делать. Да, блин, тербалунью. Харе... Перекупать у меня города. Но это, конечно, им выгодно, я понимаю. Слабые извержения... Блин, не дали лес вырубить, прикиньте. Не успел, точнее, его вырубить. Христос-искупитель, напоминаю, убирает штраф за... Религиозный туризм, которого у меня как раз больше всего. Прикольная штука, обратить ворот. Еще такая иконка с любовью, типа. Но он убьет его. Наверное, тогда следующий... Следующим ходом вот этого... Он стреляющий, по идее. Наверное, эту клетку передам сюда. А, тут тогда медленнее. Вернем. Нам надо быстрее, чтобы... Строилось. Два хода Эрмитаж. Не хочу, наверное, тут лес вырубать, потому что у этого города, получается, нет вообще производства. Какое-то производство, чтобы было. Так, один ход, ну, наверное, отложим. Да, блин, залучил зачем-то. Один ход отложим, и начну сразу театральную площадь делать. Где-нибудь еще закончилось строительство? Вроде нет. Нет. Блин, видите, сломать. О чем я и говорил? Сломало производство мне тут. Надо, наверное, покупать рабочих туда, отправлять. А, кстати... Вот же. Я думал, тут у меня не построено. Так, давайте мы тут купим вот так до храма. Строители следующим ходом, например. Да, слушайте, как-то проблема оказалась в том, что археологам трудно найти место для раскопок. Экономический союз. Не, слушайте, я аж культурный хотел. Забыл, кстати, ей предложить. Хорошо, что сама предложила. Ну, о чем мы речь, но вот зато мы сейчас линейного этого возьмем. Отлично. Вот этого уже не убьют за один ход. Все, больше не используем. Видите, он тратит заряды. Да что их... Что не получается у меня разведчиками ничего сделать? Так, я рабочего хотел купить. После этого купим вот эту клеточку. Купай этим городом, потому что я буду вот тут. А, блин, у тебя там вулкан. А, вулкан... Вулкан может зайти? Блин, я вот не понимаю. Ну, понятно, что вот так точно делается. Черт. После этого, видите, я хотел кампус ставить вообще-то. Ну, эремитация точно уже наш. Мы, правда, сразу Бродвей начнем делать. Вот границы Франции. А кто к этой религии основал? В итоге... Так, Вавилон 16, Япония 32, Грузия 20, Му 28, Америка 0 уже. И Канада 10. Ну, нам либо в Японию, либо в Вавилон надо идти, чтобы реликвию получить. Да, тут плюс два, но тут у нас производство. Поэтому вот сюда делаем. Так, авиацию можно отложить. А, нет, нам надо паровой двигатель реально открывать. Ну, потому что Эрмитаж сейчас будет чудо промышленной эры. И, собственно, авиация откроется. Приятно видеть столь же набожного. Так у тебя же даже религии нету. Кой же ты набожный? Так, а далеко там рок-группы? Да, блин, а чё так больно? Я, пожалуй, отступлю сейчас, чтобы не убери. Эрмитаж. Четыре ячейки шедевров изобразительного искусства. Если вы можете пройти от земли. Ну, мы сейчас используем Тициана. Блин, я и Ашан еще перекупили. Аншан, точнее. Ладно, у меня четыре пророка. Восемь туда? Ах ты... Ну, не восемь, он туда семь направил. Ну, мне надо восемь. Ну, мне Аншан нужен. Это моя наука. Блин, грек нашел Аншан и туда отправляет. Так, это два археолога бегают. Реликвию я сделаю. Две даже реликвии. И, в принципе, тут три заряда, да? По-моему, одно можно изобразительное искусство будет купить, значит. Ну, просто хочу тут тоже... А, рядом не ставится, да? Жаль. Блин, а он же так выстрелит и убьет, получается. Черт. Причем, минус линейный этот. Все равно. О, сделали десять. Так, какого у меня тут нету священного места? Или центра коммерции лучше? Не, пищенное место. Так, а тут мы начинаем Бродвей. А он что делает? 20% культуры. Один бесплатный социальный институт эпохи Атома. Три очка великого писателя, музыканта, ячейка литературных и две ячейки музыкальных шедевров. Зашибись. Если построим, конечно, потому что 11 ходов. Тяжеловато. А там нету инженера у нас? Нету. Ну вот смотрите, я здесь могу купить клетку. Вот эту клетку передать сюда. И вот мы можем ставить парк. У меня только вопрос. Ну я не видел, что тут вулкан. По-моему, вот здесь мы не можем ставить, судя по всему. Я думаю, был бы отмечен, что... Ну не знаю, давайте я сохранюсь. Просто выкуплю эту клетку, посмотрю. Еще престиж надо проверить. Да, престиж позволяет точно. Сохранился. Просто не хочу тратить деньги. Я хочу проверить, что... Так. Теперь отдаем так и так. И смотрим. Не, можно. Отлично. Тогда даже сейф не надо грузить. Потому что я хочу здесь поставить, как вы понимаете, национальный парк, чтобы это место осталось на... Кампус. Ну даже если я его не буду там делать, все равно мне вот то место больше нравится. Не вырубаю здесь тропические леса, потому что это соседство для этого кампуса. Почему я продолжаю что-то пытаться в науку вкладывать, хотя я не буду... Ну, мы не должны побеждать наукой, потому что нам нужны ядерки, если... Для тех, кто будет пытаться побеждать наукой. Иначе эти твари улетят. Блин, ну... Вот только я хотел тут высадиться, стоит какая-то тварина. Тварина. Из Маската. В Вавилон поплывем. Этим, я думаю, что там нам объяснят теологически всю неправоту наших провод. Не забываем постоянно продавать страт ресурсы, особенно устаревшие. Почему-то Япония и Франция до сих пор их хотят. Здесь я все-таки, наверное, шахту сделаю. Тришком мало производства у нас. Ну, уже минус три угля. Так, и энергия у нас... В общем-то, до моих всех центральных городов добивает. Нам бы вот тут еще город поставить. А сколько стоит поселенец? Ой, залучил случайно. Восемьсот пятьдесят пять. Я бы следующим ходом поселенца купил. Вот тут бы его где-то поставил. Одержимый чудесами? Это Фридрих Барбароса? Одержим чудесами. Да, Фридрих, как-то поспокойнее, пожалуйста. Что это вы там в чудеса упоролись? Давайте посмотрим, что у нас по счастью. Возможно, имеет смысл благодаря тому, что у нас так много денег уже начать покупать. Ну да, плюс два всего, да. Я думаю, можно начать покупать. Панамский канал нам неинтересно. Я так понимаю, что в следующем ходу у нас Христос Искупитель будет. Первый в мире национальный парк. Рядное радио продвинули. Так, ну тогда вот тут вырубаю на... Убираю болото. Отличненько. Можем корпорацию на алмазах, но нам не надо, мне кажется. Тут даже, наверное, обработаю. Тут же не холм? Не холм. Просто, чтобы производство какое-то было. И мы здесь еще можем поставить парк. Блин, а что у меня стоит этот? Я его не использую. Как добраться с этими археологами до... Мест археологических раскопок? Биржа в Бвилле. Так, ну надо рабочих поделать еще. Даже несмотря на то, что тут не лян. Ну тут, видите, много необработанного. Тут можно шахты поставить. Какие-то. Тут. Да, жалко, что Петру, конечно, не построили. Но что поделать? О, на плюс 3. Ну, кстати, давайте. У нас уже наводнений не будет. Так, я хотел все-таки здесь рабочих, наверное, купить. Или я куплю... Здесь археологический уже археологический доделывается. Не, ну и рабочий тут. И вот тут где-то нацпарк, да, был? Да. Ну вот тут надо будет поставить. А, подождите. Да, относится к этому. Кеншасси можно будет купить эти клетки. Ну, давайте этого. Тут я, конечно, кампус думал ставить, но уже не буду. Нормально. Просто нацпарк нормальное счастье дает. Значит, натуралиста. А здесь купим рабочего. Нам еще хватит купить. Археолога тоже. Нет, не хочу ни Кореи, ни Греции продавать. Ну, Вавилону вообще, наверное, можно. У него слабенько в этот раз игра идет. Я не думаю, что он как раз сможет куда-то улететь. Так, теперь смотрим, что они предлагают нам в плане редких ресурсов. Ну, вот чай. То есть, не... А, нет, давайте тут в данном случае, наверное, вход. Например, деньги нужны. То есть, два вход, но мы покупаем за 20 вход. Это у нас челлендж. Мы все ресурсы роскоши в 10 раз больше. Так. Дальше. Вот эти три ресурса за 60 вход. Ну, согласитесь, ну, 6 вход, что это за бред? 60 вход, вполне ощутимая сумма для меня даже. Так, плюс 3 довольства. Так, 80 и 6 вход делаем. И 60, и 60 вход. Так, ну, пока все. Плюс 5 довольства. Это уже завались. Больше плюс 5 не надо делать. Оно ничего не дает вам. Именно плюс 5 это максимально плюс 20 процентов. Ко всему. Так, ну, по культуре я обогнал, наконец, греков. Я даже по науке всех обогнал уже. Туризм от реликвий священных мест не уменьшается из-за просвещения. Плюс 100 процентов туризм от морских курортов вашей. Кстати, а скоро там морские курорты? Дополнительный шпион, где у нас тут курорты и... Ну, вот, во-первых, рок-группы здесь. Тут лыжные курорты. А где морские? Или морские, наверное, в научной, да? Вот они, в радио как раз. Слушайте, мне нужны рабочие и морские курорты строить по побережью. Точняк. Так, ну здесь... Панк-биржа. Наверное, все-таки рабочие. Здесь у нас археологически следующим ходом. Тут мы выкупаем. Так, так. И нацпарк ставим. Еще один. А, я хотел посело купить. Ну, там, где Магнус, понимаете. Болото убрали. А, сушь, тут рыбка у нас. Так, ну мы стоим. Терпим. Тут рыбку надо поехать. Обработать. Странно. Ну, а, там... Там... Речка была, поэтому ход потерялся. Да блин. А где там у нас карточка, которая дает проход по городам-государствам? Задолбали. Ну вот, как тебе. Идеология. Четыре хода. Пять ходов. Не могу никогда теперь добраться до всех этих. Так, а в Эрмитаже, я так понимаю, не будет тематического бон... Или если я соберу четыре разных, то будет. Ну вот, мне нужны религиозные объекты. Есть продажи? Есть. Дорого берут. Кстати. Давайте... Хочу как можно меньше заход платить. Давайте вот так. А потом мне надо поменять. Сейчас написано, что нет доступных сделок, потому что места нету. Но на самом деле мне надо поменять... Вот, например, Соломея с головой Иоанна Крестителя. Блин, а тут так не посмотреть, да? Ну давайте... Блин, кто-нибудь помнит, у кого там... Уверен, у грека должен быть религиозный объект. Вот, вознесением Микеланджело, например, на Соломею и поклонение волхвов на конный портрет. И это разные. Видите, аль греко... Я просто не уверен, будет ли тематический бонус в Эрмитаже. Мне кажется, что нет, но сейчас увидим. Да, нету. Религиозный объект Тициан, Эль Греко, Микеланджело, Андрей Рубев. Тематический бонус, если не артефакты, а вот такое вот, то он, когда у вас одного типа, то есть, например, религиозный объект, но все разных авторов. Вот, если я построю сейчас художественный музей и перенесу туда вот эти объекты, там будет тематический бонус. В общем, мне надо в одном из городов художественный музей реально построить. Скорее всего, будет санга. О, убрали, наконец, этот лагерь варвара. Слава богу, надеюсь, что я смогу, надеюсь, спокойно там порыться. Надо, так сказать, включить Индиану Джонса. Блин, фига тут руинок. А, и тут, кстати, могу художественный музей. Давайте здесь художественный музей. Один ход. Так, ну какой у нас тут шанс? Ну, мы должны Бродвей успеть, я думаю. Греция уже, вон, великих музыкантов наяривает. Ну, мы можем у нее купить просто. То есть нам не обязательно, чтобы они у нас все были. Ну, типа, не обязательно здесь их получать. Мы, кстати, все эти музыкальные вышки быстро построим, потому что, напоминаю, в театральной площади плюс 100% к производству всего. А что нам мобилизация даст, кроме губернаторского титула? Содержание юнитов. Ну, не особо интересно. Морские курорты. Вот, морские курорты, интересно. Осадная тактика. И опера, и балет. Но опера, и балет за художественный музей. Осадная тактика, что ускорилась. Блин, губернатора Ляна в банде Конго убрали. Ну, хоть успел рабочего построить. Так, вот тут у нас явно здесь будет курорт. Один-единственный. Ну, что, престиж не показывает. О, вот здесь можно курорт, видите, будет сделать. По-моему, надо убирать улучшения. Наверное, уберу. Так, раз у нас тут нету губера, то, пожалуй, синагогу построю. Так, и этого я, наверное, хочу вот сюда. Можно уголь продать. Блин, у меня тут есть вавилоне. Давай двенадцать. Как-то десять часто приходится заново продавать. Им все еще требуется железо. Ну, хоть лошади никому не нужны уже. Пять ходов до тринадцати жителей. И что я буду строить? Промышленную зону. Вообще, мне надо поменять Магнуса с Мокшей. У меня такое ощущение. Ну, либо... Да, наверное... Хотя у меня все равно нету соседства. Может, и меня, и не менять? Типа... Может, просто логистику избытков, промышленность, а кооперацию тут не брать? Ну, или Амани повышать до... Удваивает количество послов. Давайте, наверное, изобилие. Зарубежный инвестор и кукловод. Вот так пойдем. Нам нужно баллонью вернуть. Под свой. Ну, остальное пока наше. Да, довольство уже дофига. Кстати, тут у нас жилья уже не хватает. На производство переключим. Пожалуй, стены. Чисто ради туризма. Да блин, почему у меня не срабатывают шпионы? У меня же даже разведательное управление построено. А, тут горец. Блин. Это, типа, уникальный шотланд, поэтому он больно бьет так. Надо какое-то туда отправлять. Так, господи, а что он тут все равно стоит? Ой. О, морскую традицию ускорили. Двух случайных институтов. Блин, нафига тут я зашел нормально. Какая-то религиозная еще ГГшка. Так, значит, смотрите. Перемещаем. Где у нас художественный музей? Вон он. Берем... А, семь ходов на... Нет, смотрите. Вот эту можно... Так. Так. И так. Вот тематический бонус. А сюда можно в Эрмитаж купить что-нибудь. Скульптуры случайно ни у кого нету. Жаль. Реликвий, кстати, ни у кого нет вообще в продаже. Артефакт есть. Может купить? Я могу и в банк, кстати, размещать. А, нет, не могу. Странно. Я думаю, вообще все угодно, что угодно могу размещать в этом. Кроме артефактов. Все, кроме артефактов. Но у меня два археолога своих. С другой стороны, у меня три археологических музея. Ну, давайте, может, купим у грека. По 300 где-то надо покупать. Если, конечно, у него три их. Но я, скорее всего, их должно быть три в продаже. Нет, слушайте, два. Так, я вот только не понял эти артефакты в Мбанзо-Конгом. Я, по-моему, как раз один из археологов там бегает. Жалко, непонятно, с какого города он. Посмотрите, вот какой я сейчас построил археологический музей последний, третий? Наверное, в Мбанзо-Мбата. Да, несомненно, здесь. Так что, в Мбанзо-Мбата. А, а я не смогу, пока третьего не будет. Да, немножко тупо. Короче, мне нужен третий артефакт. Атефакт. Кстати, письменные пока нету, да? Я могу купить, опять же, в банк. Хорошо, но в Эрмитаж нам нужны скульптура, портрет, пейзаж и религиозный объект. Три штуки. Скульптуры точно не было. Портрет. Есть немножко. Ну, это пойдет за 19 монет в ход. Самое дорогое. Я бы, наверное, все у грека скупал, но самое дорогое. Просто. Есть археологический. Центр коммерции. Ну, тут нужна промышленная зона где-то. Просто для того, чтобы на этих трех городах электричество появилось. Пока ничего не меняем. Идеология два хода. Отлично. Сможем попасть в города-государства. Поставлю эту карточку. Кто там с улетанием? Так, ну трое уже могут быть в ракетостроении. Германия, Корея и Вавилон. Приносмогу ли я всех? Вавилон не в ракетостроении. Корея не в ракетостроении. Германия не в ракетостроении. Купили такие. Сволочи. Алюминий, морской курорт и центр вещания можем строить. С Авраом Линкольном продолжаем союзы. Дружбу с Вавилоном игре. Или подождите. Давайте-ка нет. Я же так ядерку не смогу бросить. Так, два ресурса алюминия. Так, почему курорт недоступен? Только на прибрежных клетках пустыни, равнин и луков. Ну. Не понял, почему я не могу здесь. Престиж вообще зашибись. Ну, типа, притягивающий нормальный. Не понимаю. Только на прибрежных клетках пустыни, равнин и лугов. Ну. А, потрясающий престиж. Фак. Черт. Да, ошибочка. А потрясающего престижа тут нигде не будет. Вот, потрясающий престиж. Одна клетка. Жаль. Пойду, конечно, там построю курорт, но... Всего лишь одна клетка. Глянь, только через два хода можно будет вернуть. Может, лес тогда посадить здесь лучше? И лесопилку. А не ферму. Ну, ждем следующего хода карточку, чтобы можно было сюда зайти. Да, блин. Ну, это какой-то прикол. То есть, он будет теперь вечно тут стоять, да? Чтобы я не мог подойти... А вот, кстати, Ереван у нас. Благодаря которому я могу... Любые прокачки для апостолов брать. Но, если бы я его раньше нашел, не надо было бы Монсен-Мишель строить. Но, с другой стороны, как получилось, так получилось. Блин, давайте, наверное, тут тоже художественный... Понимаете, археологи, конечно, мне дают... То есть, вот от обычных шедевров вот такого вот не будет. Вот эта вот фигня только от реликвий, археологических находок и скульптур. Будет тут скульптура? Хрен вам. Петуха вон нарисует. Чан-сы-ноб. Поэтому как-то жалко художественный строить. Все-таки давайте археологический. Веру коплю на рок-музыкантов. Не думайте, что я забыл. Так, ну, пожалуй, в химию надо зайти. Ну, да, лучше через стандартизацию. Не будем мы ее ускорять никак. Можем уже и музыкальные шедевры какие-нибудь поднакупать. А у меня есть куда пихать это? Хм. Да, я соглашусь. Собор Святой Софии. Главное, чтобы Бродвей не угнали. Еще можно попробовать инженера купить, который, ну, на производство. Так, тут ставим право прохода со всеми городами-государствами. Не знаю, уголь. Фигня какая-то. Вот вместо общественных работ поставим пятилетний план. В общем, можно и уголь. У нас, ладно, пускай уголь и селитра. Будем продавать их в больших количествах тогда. Ну, все, железо и лошади уже не покупают. В принципе, можно много угля продать. Потому что у нас он в плюс постоянно идет. Сейчас еще карточку поставил. Так, скоро будет еще одна реликвия. У vais manifests Надglich. Встеически. Удачи. Удачи. Присажаю. Удачи. 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 так кто-нибудь артефакт еще продает о отлично так где искал я их построил в мбате археологический да и переносим а почему не могу себя перенести и по так ладно нужны тематические бонусы промышленной средневековья возрождения без шансов древнего мира у нас все одинаково нам как-то вот древнего мира поменять неужели никого артефактов нету вот канада например только что не покупал рисование какое-то у грека нифига нету жаль ну что убили я надеюсь ну хрена конечно хрена блин что нам кстати из этого лучше всего на культуру ну видимо демократия китка на все покупки за золото кстати другой стороны мне бы в теократии рок-группы по накупать шинера прям вся кратко в холодную войну пойду бру группы покупать а потом уже зайдем в демократию так что у нас по культурной победе я все хоть против кого-нибудь накапливаю а я уже на первое место вышел отлично скоро я начну влиять на врама линкольна и кстати в моем случае это круто пошли то плюс четыре золото караваном в него но я не уверен что то есть я могу представить как я вот всех их опережаю но вот грек 400 культуры очень тяжело будет караван в него отправить наверно надо там дает бонусы караван открытые игры кстати открытые границы надо заключить с ним сто процентов ну чё и не убили мне ребят насчет тут реликвия нужно копье судьбы где она вот она в бандзаконга переложу красота так ли он можем вернуть есть центр вещания о как раз музыкант появился или туда вон плыть к нефриту рыбу можно обработать тут не можем пока аквакультуры пустолян нету что вот этот приедет просто подождет немножко так перед открытые границы с канадой вы прикалываетесь вы его убивать будете шоу за ним бегаете как дурочки момент для вдохновения для исследований социальных исследований это что вообще ракуфа и республика так знаете надо бы мне послов на самом деле что давайте я сначала оперу и балет открою баллоне очень хочется обратно вернуть под свой контроль так и у меня один один апостол остался вроде как вот он здесь тут его тоже и в общем-то для реликвий именно что одна так могу еще в амфитеатр текст купить да может у грека лучшего к мне ну у него очень дорого требует так-то конечно лучше у грека выкупать затопит тут кампус номера строить вот еще одно место под реликвию появилась делаем апостола так уж и дорого он стоит еще ваше знание секретов мироздания вызывает зависть моего народа неужели я ее по науке обогнал по количеству технологий надо глянуть как у нас тут 47 45 43 41 ну вообще на 6 технологий впереди корея не знаю что там у нее зависть вызывает нет нет и больше не спрашивать есть ощущение что тут у нас есть проблема такая карта что ты не можешь просто подплыть под лодкой кинуть ядерку я не очень понимаю как не как мне первых грека забирать это мне придется возможно пути грузию как-то забрать и сень уж тебя может поставить вот эту симфонии четыре очка великих музыкантов за ход давайте я поставлю не сильно снизится счастье ну то есть я могу это купить нет 6 4 4 можно просто одно удовольствие еще купить но за 350 покупаем напоминаю умножаем на 10 если вы параллельно со мной проходите ну согласитесь за 35 монет это ну как-то совсем давайте может еще один куплю за 320 ну мне не надо распространять религию мне надо чтобы он быстрее умер ладно положим блин мне надо было сначала походить потом его апгрейдить так а у кого-то там мой шпион по-моему грузии где-то мы близки уже ну давай так ну большой театр еще можно построить необходимые средства театральной площади принадлежащие этому просто соседство с театральной площадью да наверное надо ставить а там нет инженера на на компьютеры просто долго он тут строится а больше у нас соседства вменяемого нету да тут 7 ходов но территория неровная вот музыкальные шедевры не так много дают в нашем случае ну ладно наверно надо строить все равно большой театр на от сходов я понимаю ну 255 куда хоть тут попробуем спереть что-нибудь так баллонья пересоюживаем тут ждем лян да блин теперь вы встали на эту крень да кстати с грузией тоже открытые границы чтобы когда он поставит город меня не выкинуло теми остальными вроде у нас есть посольство тут строить нечего шпиона так ну еще одного археолога покупаем строим тут центр вещания так что нам дальше надо вот туризм от шедевра изобразитель искусства и артефактов культурное наследие открываем нет и все-таки рок-группы сначала культура наследия потом рок-группы тут не то чтобы срочно нам нужны рок-группы прямо скажем так 165 следующим ходом купим эту клеточку тут единственное место где у нас морской курорт может да ладно ванкуверский писюн все пособирал я возмущен так возмущен что даже наверное серию закончу пожалуй потому что ну как так без артефактов тут пережить нет давай ты не будешь этот ничего просить у меня никогда в жизни больше нет не очень жаль нормально хватит я тут собираю пытаюсь вас культурно поработить 49 надо 60 не вот 49 я уже я уже должен по идее превалировать в Грузии сейчас мне должно быть написать что я моя культура превалирует в Грузии он блин убили обнаружил Йоханнесбург первым да вон надпись точно есть вы привлекли достаточно туристов чтобы распространить свою культуру среди Грузии но мне интереснее конечно Америка потому что я тогда бонус получу к караванам но это уже в следующей серии спасибо что смотрите не забудьте прокомментировать то что вы видите может я что-то не так делаю кстати кто у нас любитель туристических побед подсказываете вообще совершенно по другому играется абсолютно ё-моё вы здесь что тут на охренеть серая крыса полевая пушка ну я видите просто захватил уже этот лагерь присоединилась эта территория надеюсь они сейчас пойдут на Виннипек играйте в умные игры спонсоры могут уже сейчас поискать продолжение в плейлисте слава Украине живи Беларусь всем пока я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео спасибо за просмотр пока